Самарская область продолжает готовиться к выборам. 6-7-8 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов, представительные органы власти. На должность высшего должностного лица области своей кандидатурой в обл. избирком заявили 8 человек. По информации избиркома, только 7 из них в установленный срок представили документы на регистрацию в качестве кандидата. В избирательной комиссии уже приступили к их проверке. По результатам проверки всех документов, в случае выявления каких-либо недостатков, либо об отсутствии документов, безусловно, каждый кандидат будет уведомлен в установленном порядке, в установленной сроке, то есть за три дня до принятия соответствующего решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата. Все кандидаты будут надлежащим образом уведомлены о заседании, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации. Поэтому в данном случае у нас 10 дней по закону с момента принятия всех документов на принятие соответствующих решений. На должность губернатора Самарской области в избирком представили документы. Вячеслав Федорищев от партии «Единая Россия», Алексей Лескин от Коммунистической партии Российской Федерации, Владимир Плякин от партии «Новые люди», Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива», Михаил Моряхин от «Справедливой России. Патриоты за правду», Наталья Бесярина от ЛДПР «Либерально-демократическая партия России», Григорий Еремеев от Демократической партии России. Серьезных нарушений, каких-то ситуаций, которые требуют вмешательства и разбирательства, пока не зафиксировано. Сегодняшний наш круглый стол является логическим продолжением соглашений, которые заключили Общественная палата и политические партии, и работа уже началась. Мы, естественно, смотрели и средства массовой информации, и блоги, и если кандидаты ведут какие-то личные социальные сети, мы всю информацию отсматриваем, аккумулируем, но в настоящее время ни один из кандидатов не заявил о каких-либо проблемах, которые у него возникли при процедуре выдвижения и регистрации. Одним из механизмов, обеспечивающих легитимность выборов, является муниципальный фильтр. Это подписи муниципальных депутатов, которые собираются в поддержку кандидата на должность губернатора. Такая практика появилась в Самарской области в 2012 году. Избирательная система на стадии выдвижения кандидатов, на той стадии, которую мы с вами обсуждаем, предполагает невозможность создания каких-либо барьеров для реализации гражданами возможности быть избранными. Перед собравшимися по видеосвязи выступил федеральный эксперт, председатель Ассоциации некоммерческих организаций, независимый общественный мониторинг Александр Брод. По его словам, подготовка ко дню голосования в Самарской области проходит динамично, при активном участии политических объединений, самовыдвиженцев и общественности. Я отметил позитивный опыт Самарского общественного штаба по взаимодействию с неправительственными организациями, политическими партиями. И особо, что было отмечено и порадовало меня, это мониторинг состояния помещений для голосования. И даже и другим регионам я этот опыт рекомендовал для использования и изучения. По данным ВЦИОМ, за последние три года у населения растет доверие к выборам, в том числе благодаря открытости и прозрачности всего избирательного процесса. Этому способствует независимое общественное наблюдение, организованное одноименным региональным общественным штабом. Напомним, в его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцу. Галина Топилина, Константин Головин. События.